Впервые в Каспийске состоялся фестиваль военно-исторической реконструкции «Битва за Кавказ», посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Проводится мероприятие с целью сохранения исторической памяти о подвигах наших героев. В связи с этим в парке имени Халилова развернулись тематические площадки, выставка военной техники, экспонатов и предметов времен Великой Отечественной войны, техники МЧС и классических ретроавтомобилей, а также мастер-класс по беспилотным летательным аппаратам. Но из-за частного применения она ломается. Их не хватало, поэтому только до военной комплектации сумках встречалась вот эта штука. Сумки 42-го года использовали только садовые ножи теперь. То есть для того, чтобы вы нарезали ветки и зафиксировали перелом. Если перелом руки, соответственно, используете для подвешивания медицинскую повязку и фиксируете безопасной булавкой английского образца. Украсили мероприятие яркими выступлениями артисты Дагфилармонии и воспитанники образовательных учреждений Каспийска. Они исполнили самые известные композиции военных лет, а юные дарования прочитали стихотворения. Нас убить невозможно! Что же такое мы? Веруя в пробуждение, взяв у земли взаймы силу в момент рождения, мы ей вернем сполна все, что она давала. Только была она, лишь бы существовала. По береговой линии Каспийска волонтеры города и всей республики провели молодежную акцию. Это разворачивание масштабной копии знамени Победы, флагов России и Дагестана. Отметим, что в мероприятии приняли участие представители руководства Республики Дагестан, семьи участников специальной военной операции, военнослужащие Каспийской флотилии, представители органов исполнительной власти, правоохранительных структур, общественных организаций и молодежных патриотических движений, а также профессиональных реконструкторов из Волгограда, Самары, Ульяновска, Ростова-на-Дону и Краснодара. Все присутствующие были приятно удивлены организацией мероприятий и с нетерпением ожидали основной инсталляции. Массовость нравится в первую очередь, атмосфера, доброжелательность, много разных лиц, разных чувств и национальностей, культур, менталитета. И все они помнят о войне. Самое главное – быть сплоченными и дружить. Вот я смотрю, здесь очень много молодежи. Очень хорошо, что мы ценим память о войне. И вот с нетерпением все ждем начала. Вот я смотрю с интересом за тем, что происходит там, и жду начала мероприятия. Мероприятие очень удивило нас своим наплывом людей. Не ожидали. Мы знали, мы заранее знали, что это все произойдет. И как бы, ну, немножко так думали, ну как это все будет. А на самом деле очень здорово. Вкусная каша, детям весело. Уже купили себе монетки, сувенирчики. Очень здорово вообще, классно, супер. Вскоре к мероприятию присоединился ветеран Великой Отечественной войны Муса Багаудинов. Он поприветствовал всех присутствующих. И как свидетель кровавых дней рассказал о событиях тех лет и обратился к нашим военнослужащим, которые рискуют свою жизнь и защищают нашу Родину на специальной военной операции. Армии Советского Союза победили. Четыре года воевали, несмотря на холод, без гонок, понимаете. И победили. Все-таки победили. И нашим бойцам, желаю бойцам России тоже совершить победу и вращаться домой с победой. Стоит подчеркнуть, что реконструкция включала в себя собирательный образ боевых действий периода 1942 года, начало Кавказской операции. В ходе нее воспроизводилась атака советских войск вдоль побережья и последующая атака с одновременной высадкой десантом. Кроме того, участники реконструкции использовали макеты оружия и экипировку времен Великой Отечественной войны, что создавало максимальный эффект погружения в исторический контекст. Напомним, что битва за Кавказ делится на два периода. Оборонительность 25 июля 1942 года по 3 января 1943 года, когда бои велись от Нижнего Дона до Нижнего Терека и наступательность с 3 января по октябрь 1943 года. Для захвата Кавказа фашистская Германия разработала операцию «Эдельбейс» и сосредоточила армию. В сентябре 1942 года был организован кавалерский эскадрон под командованием героя гражданской войны Кара Караева, который в составе 416-й дивизии вступил в бой с врагом в районе Моздока и закончил свое победоносное шествие в Берлине. После завершения реконструкции гостей мероприятия угостили вкусной полевой кашей и чаем. В рамках масштабного фестиваля также была развернута площадка, где был представлен быт народу Дакистана, а также демонстрация военного снарожения, средств защиты и связи. Отметим, что организаторами масштабного мероприятия выступили Министерство по делам молодежи Дагестана, Администрация Каспийска, поисковое движение России, Бессмертный полк и Каспийская флотилия.